МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. Меня зовут Ангелина Рязанцева. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни региона. В Курске после окончания последней сессии написания выпускной работы студенты прощаются со своими вузами. Даже с ним вручение диплома выпускникам исторического факультета побывала Диана Горяйнова. В Курске представители СМИ попробовали себя в роли огнеборцев. С какими испытаниями столкнулись участники, расскажет Юлия Терещенко. Снова в Курске. На студенческой открылся ресторан сети «Вкусные. Точка». Есть ли изменения в работе и в меню, узнала Виктория Шуваева. Утро 5 июля началось с артиллерийского обстрела приграниченных населенных пунктов Курской области. Зафиксированы прилеты в деревню Попова-Лежачи Глушковского района. Снова рвались снаряды в поселке Теткино. По информации главы региона Романа Старовойта, пострадавших нет. Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попова-Лежачи. Сюда попали более 20 минометных снарядов. Пострадали 8 жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей. В Теткино пострадал один жилой дом. Сегодня с утра со своими коллегами, коммунальные службы, строители, социальные работники. Мы провели здесь, в населенных пунктах Глушковского района, которые подверглись артобстрелу. Будет оказана максимально быстрая всесторонняя помощь по восстановлению жилья. Потому что удары как раз были нанесены по мирной инфраструктуре и жилым домам. К сожалению, темпы восстановительных работ оставляют желать лучшего и по предыдущим местам артобстрела. Но сделали работу над ошибками, усилили бригады строителей. Надеюсь, сейчас восстановление пойдет более интенсивно. Глава региона отметил, что всем желающим переехать из приграничных сел по-прежнему готовы предоставить временное жилье. В канун Дня семьи, любви и верности в Курской области подвели итоги регионального конкурса «Семья Соловиного края». В ней принимало участие 34 ячейки общества. Семь из них стали победителями. Праздник прошел на свежем воздухе в живописной усадьбе Афанасия Фета. Евгения и Светлана Золотых в браке уже 13 лет. Воспитывают семерых детей. Свою первую встречу до сих пор вспоминают с теплотой и трепетом. Что вы первое подумали, когда увидели жену? Влюбился с первого взгляда. Мы познакомились в Москве, в парке. И с этого все началось. Через две недели у нас решили даже пожениться. Но поженились, конечно, не через две недели. Но как-то сразу полюбили друг друга. Младшему ребенку в семье Золотых еще нет и двух лет. А вот старшему Егору уже 12. Помогать родителям не в тягость, делится мальчик. Проводить время с родными – одно удовольствие. Нам очень весело вместе. И когда кто-то отъезжает, и кого-то нет, становится немного скучно. А так каждый день веселье и много шума. В усадьбе Фета многодетных семей угощали вкусным чаем и традиционными курскими блинами по рецепту 19 века. А также проводили игры и мастер-классы. Например, эта арка, созданная на кафедре психологии КГУ, учит вниманию, логике, командной работе, а также определяет лидера. Кроме того, участники создавали бумажных птичек. И главный символ праздника – ромашку. Ладошка, да, отражает каждого члена семьи. То есть таким образом у нас в результате получится ромашка полноценная целой семьи. Когда мы делаем что-то вместе, мы сплочаемся, мы объединяемся, мы друг друга слышим, мы проявляем интерес друг к другу, к результату труда друг друга проявляем интерес. Ежегодный день семьи, любви и верности в нашей стране отмечают 8 июля. Впервые праздник прошел в 2008 году. Тогда он совпал с годом семьи в России. А в этом году по указу президента стал официальным. Статистика нам говорит, что с каждым годом количество многодетных семей в Курской области растет. Их почти уже по 11,5 тысяч. Сегодняшний день – это начало больших мероприятий, большого количества мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Лучших на региональном этапе наградил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Теперь они представят Курскую область на всероссийском конкурсе «Семья года». Диана Горяйнова и Семен Ковтанюк. События дня. 5 июля – особая дата для всей России. В этот день, в 1943-м, началась Курская битва, переломившая ход Великой Отечественной войны. Сражение длилось 50 дней и ночей. С обеих сторон в Курской битве участвовали свыше 4 миллионов человек, 70 тысяч орудий и минометов, 13 тысяч танков и самоходок, 12 тысяч боевых самолетов. Для многих это был последний бой. Завершилась Курская битва 23 августа. К тому времени стратегическая инициатива полностью перешла к советскому командованию. Победа уже не вызывала сомнений. Это был вопрос времени. Новый шаг во взрослую жизнь. В Курске выпускники вузов получают долгожданные дипломы. 5 июля заветные аттестаты о высшем образовании вручили студентам исторического факультета КГУ. Их поздравил заместитель губернатора Виктор Карамышев. Еще недавно эти ребята переживали из-за первого зачета, курсовой и экзамена. А сегодня они – выпускники. Свою альмаматор покидают более 80 человек. 33 окончили вуз с отличием. Среди них и Анастасия Воробьева. Это были очень насыщенные 4 года. Кроме учебы я получила возможность поучаствовать в различных мероприятиях, посетить разные города, принять участие в мероприятиях студенческих отрядов. Это было яркое и запоминающееся время. Иван Черников, будущий учитель истории и общества знания, в выборе своей профессии не сомневался ни разу. К работе хочет приступить как можно скорее. Это очень интересный такой период в жизни, такой первый шаг в взрослую жизнь. Это то образование, которое дает действительно большой кругозор, не только в плане профессии, но и в плане жизни. Ты начинаешь по-другому относиться вообще ко всему, что происходит в мире. И это, я считаю, огромный опыт для каждого человека. Среди выпускников вуза и иностранных студентов, большинство из них окончили направление международные отношения. Вот уже 11 лет у нас представлены 24 страны. Азиатские, европейские, африканские. Полгода и все, они наши. Даже языковой барьер постепенно очень так, ну не сразу, но уходит. Да, конечно, дружим, любим. У нас теперь друзья по всему миру. И ствак теперь везде. По традиции, первыми у диплома получили отличники учебы. Их вручил заместитель губернатора Виктор Карамышев. Самое главное, не бойтесь ставить перед собой задачи, какими бы они ни выполнимыми ни казались. Ставьте высокие цели, дерзайте, добивайтесь и никогда не останавливайте это достигнуто. Среди выпускников многие планируют продолжить обучение в магистратуре. А для других студенческие годы позади. Теперь их ждет важная и интересная работа. Диана Горяйнова и Сергей Дорохов. События дня. Самая популярная медицинская специальность – лечебное дело. Более 20 тысяч врачей-лечебников подготовил Курский государственный медицинский университет за годы своего существования. Этот выпуск уже 80-й. И 17-й на факультете педиатрии. Сегодня молодые специалисты принимали поздравления и получали дипломы. Изначально это было мечтой мамы, потом стало призванием и целью в жизни самой Юлии. Говорит, в медицине она уже 10 лет. До медуниверситета был медколледж, а за плечами и работа в реанимационных отделениях. В свое время была интересная хирургия, потом терапия, много всего перепробовала, ассетирована на операциях. Но по итогу, я думаю, что это все-таки будет организация управления здравоохранением. Этот выпуск особенный. Право называться врачами они уже доказали, причем в экстремальных условиях. Более половины выпускников сегодня лечебного педагогического факультета работали в красной зоне. А остальные – это колл-центры, это скорая помощь, это артоволонтеры. Они справились сегодня. Это очень здорово. Брянская, Липецкая, Белгородская, Орловская области – куряне помогали и там. Сегодня их поблагодарил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Дипломы получили 416 выпускников, 111 из них с отличием. У нас в Курской области более половины остается всегда. Тем более сейчас, вы знаете, у нас очень много уделяется внимания каждому врачу. У нас открываются новые рабочие места. Открылся инфекционный центр, строится детская больница. Поэтому, конечно, сейчас востребованность врачей, особенно которая выпускается из нашего университета, она будет еще больше и больше. Например, педиатров уже сейчас ждут в будущей областной детской больнице. А из сегодняшних выпускников половина отправится на первичный прием и в райбольницы. Остальные выбрали ординатуру. Вероника Викторова, Геннадий Воробьев, События дня. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начался ремонт трассы Потеш-Золотухина. Это один из самых протяженных участков в этом сезоне. Дорожникам предстоит восстановить более 9 километров полотна. Работы ведутся в два этапа. Сначала рабочие срезают старый асфальт. Затем укладывается выравнивающий слой. Для этого на участок привлекли технику различного уровня. На данном объекте работает у нас холодная фреза, вингер двухметровая. Два асфальтовокладчика, фугель. Четыре катка тоже уплотнее. Водополивочная машина, щетка, водоронатор. Ну и пять человек рабочих. На данный момент уожина уже 74 тонны асфальта. К верхнему слою здесь приступить через 5-6 дней. Затем займутся и другими работами. Здесь еще заложено укрепление обочин, планировка обочин, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков. Заездные карманы тоже будут асфальтироваться. График выполнения всех работ – один месяц. Хорошие погодные условия позволяют рабочим идти быстрее положенных сроков. Однако во время ремонта бывают и сложности. Дорога под движением – вот одна сложность. Больше какие сложности. Люди едут. Ну мы установили цитофоры, сделали рейс на движение. Ну как бы не все соблюдают. Закончить ремонт дороги специалисты планируют в ближайшее время. Дарья Бартенева, Сергей Малеев, События дня. 11 сентября в России – единый день голосования. Однако отдать голос за своего кандидата можно будет в течение трех дней. За прозрачностью процесса на всех категориях избирательных участков будут следить общественные наблюдатели. Штаб уже начал работу. В регионе состоятся 76 избирательных компаний. Курянам предстоит избрать депутатов представительных органов муниципальных образований и главу Львовского района. Выборы в городское собрание пройдут в том числе дистанционно. Чтобы голосование проходило максимально честно, в регионе открылся общественный штаб наблюдения. В него входят порядка ста некоммерческих организаций региона. Для понимания это более 10% от всех некоммерческих организаций, имеющих право осуществлять общественные наблюдения на территории региона, зарегистрированных в реестре Управления Министерства юстиции по Курской области. То есть каждая десятая организация общественная поверила и заключила соглашение, что позволяет ей направить своих представителей. Дополнительные договоры планируют заключить и с политическими партиями. Они также смогут принимать участие в работе штаба общественного наблюдения. В дни голосования на базе штаба организуют центр наблюдения, работу горячей линии и мониторинг подсчета голосов избирателей. Примерить боевое обмундирование, поработать со спасательными инструментами, почувствовать себя в роли пожарного. Все это возможно на тропе огнеборца, которую организовали для представителей СМИ. Участники полностью погрузились в атмосферу спасательной операции и даже вынесли из огня условного пострадавшего. Акцию посвятили 95-летию Государственного пожарного надзора. Все трудности работы спасателей ощутила на себе Юлия Терещенко. Нет сомнений, что работать пожарным совсем непросто. Однако полное понимание приходит, когда примеряешь на себя специальную экипировку и отправляешься на испытания. Одним из самых сложных стал так называемый офис, где в полной темноте нужно найти выход из помещения. По легенде, все было в дыму, надо было идти, естественно, на коленочках, ближе к полу, чтобы дышать было чем. У нас не было видимости никакой. Все условия были максимально приближены к реальным. Несмотря на то, что времени на подготовку не было, каждый из участников продемонстрировал выносливость, силу и быстроту. Дойти до конца и успешно преодолеть все сложности помогли специалисты. Подниматься по лестнице оказалось не так страшно, главное не смотреть вниз. Нам тоже помогал человек, который находился вверху, он давал советы. Благодаря нему мы, наверное, и прошли этот путь. Нашли человека, который пострадал, спустили его вниз и в какой-то степени спасли человеческую жизнь сегодня. В реальности пожарным и спасателям очень помогает слаженность и взаимовыручка. Со стороны непосвященному человеку не всегда это заметно. Такие сборы – хороший повод прочувствовать профессию изнутри. Вот тогда понимаешь вот ту и, наверное, атмосферу, харизму, вот тот позитив, вот тот адреналин, который получаешь, когда выполняешь боевую работу. А ведь самое главное – это понимание в том, что за этой боевой работой стоят человеческие жизни. После прохождения пожарной полосы все участники получили свидетельство за успешное освоение учебной программы. Юлия Терещенко, Семен Ковтанюк, События дня. Другое название – те же самые вкусы. В Курске на студенческой заработал первый ресторан сети «Вкусные точка» – бывший Макдональдс. Очередь из желающих посетить заведение фастфуда под новым брендом собралась еще до открытия. Что изменилось в работе сети, расскажет Виктория Шуваева. Официальное открытие популярной сети под новым брендом. Поменялось название, но концепция и технологии прежние. Так же, как и спрос на продукцию ресторана. Меню практически сохранили, разве что нет полюбившегося многим Биг Мака. Но здесь уже работают над достойной заменой. Формат обслуживания гостей тоже прежний. Но, пожалуй, главное – сохранены все рабочие места. Вместе с тем в ресторан принимают и новых сотрудников. «Конечно, сегодня служба занятости не может не радовать поэтапное открытие данного предприятия. 189 человек сегодня возвращаются на работу. Безусловно, этот работодатель является у нас одним из самых социальных партнеров. Он предлагает трудоустройство такой незащищенной категории, как молодежи. Предлагаем различные гибкие формы занятости». На открытии большое количество как детей, так и взрослых. Говорят, разницы пока не заметили никакой. «Да все то же самое. Все вкусно, как всегда». «Цены сейчас ниже даже. Но я думаю, это связано все-таки с курсом доллара. Ну да, в принципе, вкус остался прежним. Я доволен». Вскоре в Курске заработают и другие точки популярной сети. Их планируют открыть до конца лета. Виктория Шуваева, Сергей Дорохов. События дня. С начала года на дорогах области полицейские выявили полторы тысячи пьяных водителей. Пятьсот из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Чтобы предотвратить возможные ДТП, курские стражи порядка проводят сплошные проверки автомобилистов на трезвость. «Еще, еще, 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 еще. Достаточно». Этого мужчину остановили в центре Курска. Инспекторов ДПС насторожила странная манера езды. Подозрения полицейских подтвердились. Водитель оказался пьян. «1, 23. Установлено состояние алкогольного опьянения». На нарушителя составили протокол. А это Суджанский район, село Плёхово. Госавтоинспектор обратил внимание на странное поведение молодого человека за рулем иномарки. «Я им отстраняю вас от управления транспортным средством. А домой как поедем? Вот тут галочка, пожалуйста. Да, домой? Да, отстранили. Как обычно». На экране алкотестера нули. Показания прибора говорят, что молодой человек спиртное не употреблял. Офицер не удивлен. Судя по внешним признакам, парень пьян не от вина. «Для прохождения медицинского свидетельства вы поедете на медицинское свидетельство? Да, куда именно? Мы поедем в больницу. Здесь или в Курске? На Тружининскую. А, нет, в Курск не поеду. Почему вы не поедете? Потому что далеко». Проходить медосвидетельствование на минувших выходных отказались 9 нетрезвых водителей. Подавляющее большинство курских автомобилистов осуждают поведение нарушителей. «Если водитель задерживается сотрудником госавтоинспекции за управление транспортом, в состоянии обвинения, варителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 0 лет». При повторном задержании за пьяную езду грозит уже уголовная ответственность. Станислав Костиков при содействии отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Курской области. События дня. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. 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 Спасибо.